Четырехлетняя Рэйчел Грибен из небольшого городка в Северной Ирландии. Она третья дочь в семье. Когда ей было полтора года, родители начали замечать, что у ребенка идет задержка развития. Также у девочки появились незначительные судороги. А уже через несколько месяцев она перенесла первый тяжелый приступ эпилепсии. В октябре Рэйчел сделали назальную прививку от гриппа. И это спровоцировало массу больших судорог. И она провела три недели в больнице. У нее диагностировали дисплазию правой лобной частицы. И с тех пор это было путешествие и испытание вперед и назад из Северной Ирландии в Англию для обследования. Потому что в нашей больнице нет средств для лечения эпилепсии. Мы были в Манчестерской детской больнице. И они пришли к выводу, что Рэйчел не подходит для операции. В поисках пути спасения ребенка родители Рэйчел познакомили с американским нейрохирургом Люком Томичем. Он сказал, что хирургическим путем девочку можно лишить 80 или 90 процентов приступов. И посоветовал ирландской семье обратиться за помощью команде украинских специалистов. Несмотря на угрозу ракетных обстрелов, родители Рэйчел решились приехать во Львов. Да, безусловно, был определенный уровень страха. Конечно, мы получили много поддержки. Нас уверили, что мы будем в безопасности. Поначалу был такой страх, но потом, когда я смотрела на других детей, на их мам, живущих здесь, я просто чувствовала глубокую грусть. Это просто разбивает мое сердце. Уже во Львове девочки провели полное обследование и начали готовиться к операции. Важно было выбрать самый безопасный вариант доступа к пораженному участку мозга. Мы выбрали такой комбинированный подход. Использовали интрооперационный мониторинг. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, отвечающего за движение конечностями. А фокальная кортикальная дисплазия, то есть это измененная часть мозга, была очень близко к той зоне. Поэтапно открыли полость черепа, обнаружили измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом удалили полностью. Операция длилась 7 часов. Львовские нейрохирурги говорят, удалось добиться нужного результата. Рэйчел была проведена успешно фокальная кортикальная дисплазия, которая сейчас успешна, потому что у нее нет никаких судорог. И мы очень надеемся, что во время наблюдения за ней они и не будут появляться. И в дальнейшем в жизни девочки также. Ребенок после операции находился под наблюдением врачей. За этот период новые приступы эпилепсии или судорог не проявлялись. Поэтому Рэйчела разрешили вернуться домой в Северную Ирландию. Родители ребенка говорят, безгранично благодарны львовским врачам за спасение их дочери. Юлия Биль из Львова для телеканала Freedom.